Это тема «Пустите право!» Надежда Бабарыкина не может представить свою жизнь без фитнеса. Последние 8 лет женщина регулярно посещает групповые занятия в спорткомплексе «Абакан». Они дают силы и заряжают здоровьем. Вынужденная самоизоляция и невозможность посещать тренировки сильно угнетали надежду. Она признается, никакие онлайн занятия не заменят работы в зале. Мы постоянно спрашивали Светланы, звонили, говорим, когда же это все закончится. Мы уже все не можем, вообще не можем без физкультуры. Поэтому только маленечко что-то там сказали, что «Ура!» говорим, все, идем на занятия. Инструктор групповых занятий Светлана Швецова также не скрывает радости. Полноценные тренировки начались 18 июня. Впрочем, со множеством оговорок, продиктованных новыми коронавирусными реалиями. У нас все меры соблюдены абсолютно. То есть у нас все стоит, оборудование необходимое, обеззараживатели, антисептики. Мы приходим все в масках. То есть все, после каждой тренировки приходит уборщица, все обрабатывает абсолютно. Я лично сама наблюдала. Каждый блинчик, каждый зажим, степ, полы, все моется. То есть мы заботимся о здоровье наших клиентов в первую очередь. Сейчас в спорткомплексе «Абакан» проводятся не только занятия по фитнесу. Для приверженцев здорового образа жизни также доступен тренажерный зал. Количество людей строго ограничено для соблюдения положенной социальной дистанции. В помещении работает дизар, а все поверхности регулярно обрабатываются специальным раствором. Следующая задача – открыть бассейн. Он должен соответствовать всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. На сегодняшний день проделана практически вся подготовительная работа, и крупнейший бассейн Хакаси должен распахнуть двери 6 июля. Не на полную мощность будем работать, 25% от максимального заполнения. Но в виде нашей объема, то есть тут, я думаю, что отказа никому не будет, поэтому всех приглашаем искупаться в настоящей проверенной воде. Тем временем спортивные организации по всей республике продолжают оформлять паспорта готовности, которые дают им право принимать посетителей. На сегодняшний день таковых насчитывается порядка 35. Это спортивные клубы, батутные центры, стадионы, плавательные бассейны и другие объекты. Часть из них уже открыта для посещений. Оскар Артамонов, Станислав Полчинаев, РТС.